на связи канал возьми сделай продолжаем выращивать огурцы чем подкормить огурцы чтобы они были красивые и рослые здесь у меня куриный помет уже настоявшийся набродившийся имеет такую консистенцию надеваем обязательно перчаточки так расскажу как я наводил этот куриный помет перед тем как он у меня забродил то есть как я свежий помет замешивал ведро куриного помета здесь у меня и два ведра обычной воды постояла на мне ну правда но мне уже стоит здесь недели две вот эта бочечка раз в неделю мы проводим подкормку такую и сейчас я буду брать пол литры куриного помета и разбавлять ее еще десятью литрами воды помешаем берем баночку берем пол литры нашего разбавленного куриного помета и выливаем под один корень под один кустик и так подкармливаем огурчики куриным пометом насыщаем наш грунт азотом и огурец благодаря этому азоту будет пышный красивый хорошо развиваться давая большую листовую массу а большая листовая масса это первый шаг хорошему урожаю теперь кусты выглядят вот таким вот образом некоторые кусты уже выросли больше чем по два метра и это очень хорошо неделю назад мы накормили наши кусты азотом кусты развились все прекрасно и все хорошо но кроме азота нашим огурцам для хорошего плодоношения нужен также калий фосфор кальций ну и вся таблица менделеева грубо говоря сейчас мы с вами будем использовать природную подкормку из натурального материала для наших плодов огурцов наши кустики мы развили но теперь нам надо сделать упор на плодоношение на сами плоды для пополнения калия и фосфора для наших огурцов мы будем использовать как уже некоторые загадались пепел зола древесная зола древесной золы у нас много потому что топим пички делаем подкормку природную полезную для наших огурчиков не только для огурчиков полезная древесная зола также для всего огорода она полезна берем стакан пепла засыпаем ведерко на 10 литров мешаем берем йод для дезинфекции почвы нашей капаем примерно 30 капель 30 плюс минус теперь размешиваем древесную золу мы чередуем всегда куриным пометом поливая через неделю в некоторых случаях можно поливать два раза в неделю золой два раза в неделю куриным пометом чередуя эти подкормки но все зависит от состояния ваших овощей то есть нужно смотреть по по ихнему внешнему виду сейчас у нас с кустами все хорошо развиваются но работать обязательно нужно тоже наперед продумывать все эти парк подконки потому что огурцы собирается выносится питать питание земли мы приступаем к самой подконки еще перемешаю берем пол-литровую баночку и поливаем под каждый кустик по пол-литра вот сделали уточнюю подкормку сейчас включим капель на полив и это подкормка уже начнет работать на благо наших огурцов вот таким вот образом постоянно нужно чередовать подкормки пепла и куриного помета и вы всегда останетесь с хорошим урожаем сейчас я благодарю всех за внимание кто был со мной этим утром всем пока до встречи в новом видео